МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня о нашей программе. На самом юге республики глава Чувашии посетила «АллатРь». Дорогие дороги! Что показала экспертиза отремонтированных участков дороги в Канаше? Слепила из того, что было, во что превратила кусочек соленого теста корреспондент нашей телекомпании. Не прерываясь ни на день рабочей, поездки главы Чувашии по районам и городам республики продолжаются. Сегодня Михаил Игнатьев отправился на самый юг республики, в «АллатРь». Компанию ему составила и наша съемочная группа. В микрорайоне «Стрелка», который расположен на окраине города, главу республики встречали не только чиновники, но и местные жители. Именно они и повели Михаила Игнатьева по неподготовленным к этому визиту адресам. В одном из дворов люди указали на старые газовые бойлеры. Коммунальщики попросту не торопятся убирать с газона старое проржавевшее оборудование. А на козырьке этого подъезда за долгие годы проросла трава и толстый слой мха. Михаил Игнатьев потребовал немедленно взяться за лопаты и очистить мусор. Лопаты есть? Есть, конечно. Дайте мне сейчас. Поднимусь вы чуть-чуть. Ну, сами сделай. Лестницу найдите мне. Стыдно? Конечно, стыдно. Вот не позор здесь больше. Хорошо? Хорошо. Показали главе республики недавно благоустроенный двор. Местные власти установили здесь новые детские городки. Но и сами жители не остались в стороне. Стены своего дома они раскрасили оригинальными рисунками и разбили у подъезда цветочные клумбы. Всего же в этом году в Алатаре за счет городского бюджета планируют благоустроить три дворовые территории. Деньги выделяют и на капитальный ремонт проездов. В долгосрочной перспективе и реконструкция многоквартирных домов. Пока в республиканскую программу включили 14 адресов. Мы ждали капремонт. У нас сделали ремонт крышу и сделали ремонт внизу коммуникации. Больше ничего. А, поставили окна вот пластиковые в коридорах, в подъездах. И больше ничего. Подробнее о рабочей поездке главы Чуваши в Алатаре мы расскажем в завтрашнем выпуске. На что в первую очередь будут тратить средства муниципалитета, как планируют бороться с кадровым голодом в сельском хозяйстве. Повестка заседания кабинета министров оказалась насыщенной. Отныне на сельское хозяйство республики будут влиять не только законы природы и принятый в 2006 году федеральный закон. В Чуваши появится свой закон о развитии сельского хозяйства. Его проект одобрили на заседании правительства. Что ж, нормативную базу обновят, а вот с техникой кадрами не все так просто. Механизаторов в регионе не хватает. Проблемы начинаются еще на стадии, когда будущие труженики отрасли только начинают постигать профессию. Техническая база учебных заведений хромает. В докладе отметили, что учебные центры слабо оснащены у нас. Эта работа ведется. Может быть, все-таки не нужно такое количество, а туда вести оснащенность, качество. Современная техника, она нужна именно в процессе обучения. А у нас молодые люди, которые прошли, свидетельства получили, удостоверение получили, когда иногда даже увидят современную мощную технику в хозяйстве, они просто боязни у них возникают. В плане переоснащения техник и угнаться за хозяйствами учебные заведения не смогут, отметил министр сельского хозяйства. Но выход есть. Здесь нужны какие-то соглашения, договора с предприятиями, для того, чтобы проходили обучение уже на новой технике. От развития к приоритетным расходам в муниципальных бюджетах. В перечне того, на что в первую очередь планируется тратить деньги переселения граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство и реконструкция дорог и объектов спорта. В девяностом пункте речь идет об обеспечении мест в детских садах и нет строительства новых школ. В частности, мы в этом году не заложили строительство ни одной школы. Означает ли это то, что и в 2015-2016 годах не будет начаться строительство ни одной школы? Это вот вопрос по пункту 12. В пункте 13 речь идет о капитальном ремонте утверждения культуры. Означает ли это, что в последующие 2-3 года не будет начаться строительство ни одного утверждения культуры в республике? То, что вы говорите, то, соответственно, она устроится и сегодня за счет республиканских средств без участия в муниципальных образованиях. В последующем, если посчитаем необходимым, что участие в муниципалитете обязательное в строительстве этих объектов, будет внесено соответствующее изменение у госпрограммы. Кстати, что касается республиканского бюджета, то на заседании также обсудили порядок предоставления субсидий представителям малого и среднего предпринимательства. Господдержка в размере до 10 миллионов рублей оказывается тем, кто потратился на новое оборудование для модернизации и развития производства товаров. Ни в какие ворота не лезет, или вернее, ни в какие нормы не укладывается. Речь о качестве асфальта, который в рамках выполнения муниципального контракта уложила компания «Стройсервис» на улицах Канаша. То, что контракты, которые заключала администрация Канаша в 2012, 2013 и начале 2014 года на строительство, ремонт и содержание дорог выполняются с нарушениями, глава Чуваш отметил еще в апреле. Как выяснилось, нарушались не только условия контрактов. Контрольным управлением главы Чувашской республики совместно с казенным учреждением Чуваш-Опородор Минтранса Чуваши был осуществлен выезд и отбор проб асфальтобетонных покрытий в городе Канаш по улице Павлова, где подрядчиком выступал ООО «Стройсервис». Результатом лабораторных испытаний было установлено, что асфальтобетонные покрытия не соответствуют действующим СНИПам и ГОСТам. Материалы передали в правоохранительные органы для дальнейшей работы. Кстати, специалисты обнаружили дефекты на других участках дороги, которые также ремонтировал «Стройсервис». Компании предстоит устранить их в рамках гарантийных обязательств. Они предусмотрены в контракте. На целый день лишатся чебоксарцы одного из благ цивилизаций. 26 июля в 00 часов столицы Чувашии полностью прекратят подачу холодной воды как населению, так и предприятиям. Временные неудобства горожане испытают из-за ремонтных работ на очистной водопроводной станции. Если вы еще не начали вести здоровый образ жизни, то в ближайшие выходные вам представится отличный повод. 26 июля, суббота по всей республике объявлено Днем здоровья. Ну а в Чебоксарах как раз из отсутствия холодной воды День здоровья пройдет в воскресенье. В этот день спортивные учреждения республики, включая новые физкультурно-спортивные комплексы, крытые катки и бассейны, будут работать для жителей республики бесплатно. Кроме того, любители спорта ждут разные мастер-классы и открытые уроки. Кстати, если на ближайший День здоровья у вас другие планы, то следующий состоится уже 9 августа. С этого года День здоровья в Чувашии проводится ежемесячно. Делу время, потехи час. Инспекторы по маломерным судам не теряют времени даже в перерывах между работой. Ежегодные соревнования по водно-моторным видам спорта прошли уже в четырех регионах по Волжье. Нашей республике выпала честь провести юбилейные соревнования. Буи прошли левым бортом, касаний не было. Легкий ветерок и крики болельщиков подгоняют участников соревнования. Всего 14 команд от каждого региона по Волжье. В прошлом году победителем стала команда из Татарстана. Мы шли поэтапно. Начиная с 2007 года, значит, наша команда. Сначала шестое место, потом четвертое место. В городе Самаре заняли второе место, в городе Шкар-Але заняли первое место. Участники из года в год не менялись, поэтому вот такой, будем говорить, прогрессирующий процесс, он и шел в свое время. То есть это закономерность, понятно, люди одни и те же, трассу знают. Почувствовать вкус победы хочет каждый. По итогам первого этапа уже выделился лидер. Несмотря на это прогнозов судьи не дают. Команды подготовили достаточно хорошо. В прошлом году первое место заняла команда республики Татарстан. Они же и участвовали во всероссийских соревнованиях. В этом году они пока после первого этапа тоже занимают первое место. Я считаю, что судейство будет объективным, честным и победит действительно сильнейший. Я хотел бы всем участникам пожелать удачи. Соревнования проходят в несколько этапов. Таким образом проверяются теоретические и практические знания участников. Быстро среагировать и оказать первую помощь. Первостепенная задача водных инспекторов. Цель данного соревнования на максимальной скорости преодолеть дистанцию и вернуться на берег. Забывать о технике безопасности при этом не стоит. Он вылетел с катера. Подняли с воды, посадили на гидроцикл. Сажаем на катер обратно. Первый день соревнований подошел к концу. Итоги будут подведены завтра. Но это как раз тот случай, когда победа не главное, делятся участники. Все они получили бесценный опыт и массу впечатлений. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Детская полицейская академия «Всешкольные каникулы» работает в летнем режиме. Сегодня завершилась вторая загородная смена. И в этом году учредители Академии Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков «Чуваши» не изменили свои традиции. Лето юные полицейские всегда проводят за городом в лагере. Одной из важнейших составляющих деятельности органов наркоконтроля является профилактическая работа. Важной составляющей, которая является пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание. В принципе, чем мы здесь и совместно с городской администрацией, с администрацией Дворца детского творчества здесь и занимаемся. Здесь другая жизнь, другие порядки. Строгая дисциплина, учебные занятия по специальным предметам физкультуры и спорт в особом почете. По сути, молодые ребята и девчонки проходят тест на выживаемость в походных условиях, где не течет горячая вода из крана, не всегда тепло по ночам и напряженный режим дня, за который надо так много успеть. Без физической выносливости никак. Не зря на общероссийском уровне вновь ввели нормы ГТО, которые сдавали когда-то бабушки и дедушки этих ребят. Они практически начинают уже на месте заниматься более конкретным освоением приемов рукопашного боя, туристической подготовкой, ориентированием. Кроме этого, они стреляют, ночные подъемы, ищут заложников, гранаты. В общем, играют в войну настоящую. Поэтому они еще сами входят в наряд. Они учатся, многие не умеют чистить, они учатся чистить картошку, лук, морковь. Сами готовят, сами с собой убирают домики, проправляют кровати, моют полы, посуду. В общем, дети находятся на самообеспечении. Последний день в лагере тоже прошел насыщенно. В спартакиаде ребята проверили свои навыки в преодолении препятствий, сборке и разборке оружия, в пользовании противогазом. Очень устал. Очень нравится. В третий раз приезжаю. Самое сложное – на воде кургаться. Основы безопасной жизнедеятельности, которым так старательно учат ребят на занятиях, пригодятся всегда. Жизнь преподносят порой и такие неожиданные сюрпризы, что лучше быть к ним готовыми, считают преподаватели академии. Чтобы лето не прошло даром и для ребят, которые остались в городе, взрослые стараются организовать их досуг. В Чувашском национальном музее предлагают заняться рукоделием. Каждую среду они проводят мастер-классы, обучая школьников порой неожиданным вещам. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Прийти на такой мастер-класс и поучиться чему-то новому может любой, не только школьник. Освоить новую технику помогают профессионалы. Технология каждого мастер-класса, она разная. Мы работаем и с рисом, и с лыком, и с соленым тестом, как сегодняшний мастер-класс. Технику осваивают в течение часа, в принципе, и может работать, если иметь в виду соленое тесто, дома. На изготовление работы уходит всего лишь около часа, а готовые изделия участники могут сразу же забрать с собой. В ходе мастер-класса ребята узнают много новой информации и набираются полезного практического опыта. Мне понравился мастер-класс. Мы сделали сегодня грибы мухомора и узнали, почему их так назвали, и что их нельзя убивать, потому что они полезны для животных. Я пошла первый раз на мастер-класс, и мне понравилось грибы мухоморчики. Соленое тесто – это мягкий, нежный, безопасный материал, с которым легко и приятно работать. Такое тесто не оставляет следов, не пачкает руки и не вызывает аллергии. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашии. Но я с вами не прощаюсь. Сразу после выпуска вы узнаете, какой новый праздник может появиться в Чувашии. Об этом в программе «По существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова